Музыка Привет, зритель! Я вчера решила, что надо бы сегодня поесть на камеру В самом начале ты видел, что я собираюсь есть Я тебе объясню Как бы это щи без картошки Но они с семенами чья и с пшенкой Тут морковка, лучок, это зажарка На подсолнечном масле с кусочком сливочного масла Сливочное масло уже в суд добавила в щит, в смысле Потом тут капуста, соответственно, что делает этот суп с щами Тут укроп с солью, специальная заготовка Кошка ко мне приперлась Потом петрушка, зелень и стрелки чеснока Это всё туда было добавлено Ну и вроде специи-то ничего не кидала Короче говоря, и соль И бульон у нас был куриный Это в тему того, как меня тут как-то просили Что я готовлю, когда вот сейчас надо экономить Всё дорожает Я вчера в магазин зашла, хотела себе какую-нибудь сладкую фигню купить И поняла, что как-то это легче со мной приготовить Ну или состав такой жуткий, цена охренительная Или просто вот то, что раньше стоило, допустим, 40 рублей Ну максимум 35-40 рублей Сейчас стоит 50 с чем-то Или в разы подорожало Я так поофигевала, поофигевала И купила фруктов себе Кошка, свали А ещё, зрители, если ты знаешь какой-нибудь хороший измельчитель Допустим, чтобы сырую морковку не в тёрку сувать Потому что небольшое количество чисто на салатик Положить в измельчитель, измельчить и будет нормально Потому что вот я пришла к выводу, что маленькая чаша для бленда Биоломикс Подходит больше для сухих специй, там каких-нибудь корешков измельчения Но не для морковки Или очень мелко делают Конечно, хорошо, что мелко делают Но остаётся кусочки, которые не измельчённые Тут у нас сметанка, чеснок и морковка И вот то, что сюда вылазилось Здесь оно как бы не досталось немножко Ну надо доставать там-то всё Тут у нас и чёрный хлебушек Короче, если ты знаешь какой-нибудь нормальный измельчитель Который не сдохнет через 3 месяца, через 2 месяца, через полгода Дай знать, как это Ну и пожрём Так вот, многие знают, что я не покупаю картошку, если своя закончилась Не потому, что нет денег, или она супердорогая, или ещё что-то У нас есть своя картошка, она заканчивается И с одной стороны Надо, кстати, посолить Я как-то купила родственникам года два назад картошки килограмм Из всего килограмма только две картошки были нормальных, а остальная внутри вся была гнила И вот, ну как бы не знаешь, не угадаешь Вот такой момент Вдруг я куплю штуки 3 себе на суп, а они всё гнилые Потом как бы фиг знает, какую лучше покупать Ну и вообще, как бы, если картошки нет, она закончилась, а у вас есть сад или огород Ну, то место, где вы картошку сажаете, или какой-нибудь просто картофельник А картошка закончилась, но его ещё не посадилась и даже не выросла То это можно заменить какой-нибудь трубой Эту картошку, допустим, в супе Очень вкусно получается Я уже не первый раз так делаю На курином бульоне Можно, конечно, на каком-нибудь другом мясном бульоне Или и вовсе без мясного бульона, просто на роде Семена чиа, скажет зритель, да они же дорогие, но они экономные и полезные Но ты можешь не использовать семена чиа Ты можешь ограничиться с одним шином Я как-то была у родни, год что ли назад У них был такой капустный зубчик Вместо картошки там была манная крупа Можно заменить манной крупой Да, сметана у меня тут резной палисад в этот раз Там кто-то завоевал по поводу цен Вот это 80 рублей без копейки 300 грамм 15% Мой любимый домик в деревне или просто квашеная Тушь примерно по той же цене Те же самые 10%, только тут 15% Те же самые 300 грамм Что-то он как-то рублей на 20 так подорожал Я смотрю Если допустим он идёт сейчас типа по скидке 79,99 Может он как-то поприблизит В этот раз я более внимательная Относительно того обзора с чаем Я вижу, что тут нажата Всё-таки пуск и сверху рек Если ты, зритель, знаешь какой-то другой ракурс По которому тебе было бы видно, как я хаваю И где приближать не надо И при этом видно, что я хаваю Ну ты мне можешь написать в комментах А если ты не можешь просто написать То сначала я шлю тебе обнимашки Несмотря на то, что я брезгливая И возможно ты, зритель, тоже брезгливый Даже на твой Не очень адекватный коммент Я тоже поставлю сердечко Если ты мне дашь Знаешь, как лучше тут поставить Сочетчик, да? Мы снимаем при дневном свете А ещё, если ты знаешь какой-нибудь меняемый Измончитель И даже знаешь в комменты То тоже будет круто Я гляну, как это выглядит Краем глаза Вообще он у меня вышел в этот раз очень густой Я всё-таки загрела И разбавляла немножко водичкой, фильтрованной Ну всё прям вообще Гуще-гуще Правда такая проблема У меня и капуста-то закончилась Осталась только морковка И лучок С тесночком Ну и вся эта зеленуха Замороженная И с одной стороны Можно купить капусту С ней как-то меньше гемора Чем с картошкой Там сразу понятно, что это капуста И внутри вряд ли она там какая-то с кем-то съеденная Наверное Наверное так в итоге и сделаю С другой стороны Это зритель какой-нибудь Рецепт ты знаешь Такой Где лук, морковка на зажарке И дальше вот там Мясной бульон там И ещё что-то Да и начальники И народ другое знает И ты знанием поделишься И я Может приготовлю Жуткая хулиганка Уже два раза За эту сеточку мою цеплялась Хоть и получала по ногам По ушам Сейчас вообще Как бы время полдника Но у меня вчера была проблема Очень болела рука Она и сейчас немножко побаливает Но уже не так Я могу держать хлеб этой рукой И у меня была гора посуды А я даже чашку вчера вымыть не могла Потому что надо было Две руки заюзывать Поэтому Ну о подробностях Может в тереку зайти Я сегодня мыла гору посуды А потом тёрла эту морковку Потом добавила туда Рисула сметану Думала, может он как-то Перемешается, измельчится А потом пришла вывода Что всё-таки Надо эту штуку использовать Немножко по-другому И поважала в интернете Может есть какой-нибудь И отдельный измельчитель для моркови Может мне уходит какая-то феня Второго как такового у меня нету Немножко вот этот как бы салат Больше похоже на намазку Хотя мне слово намазка вообще не нравится Можно как бы Вторую тарелочку супчика сожрать Давай чуть-чуть Давай чуть-чуть Может отодвинем меня Фейс смотрю У меня что-то красный Я закрыла окно Потому что там пробегали Оратые Существа Как бы у меня есть сыр Ломбер Точнее лорец А нет, ломбер Вчера магнит Он был по скидке Такой слеженький, хороший И эта дуринта Тоже получила свой кусок На завтрак у меня была рыба дури Филе Тушеное на сковороде С лук-морковка Кто пытается слопать Мой хлебушек У тебя вон там рыбка Недоеденная лежит Ну вообще Кошка Нельзя по столу лазать По крайней мере Когда хозяин ест Тут все свои Подумала Люля Так Ну и совершенно бюджетный салатик Это для тех У кого есть свой огород Ну свое типа Полцобное хозяйство В том плане Где растут овощи И не овощи Кто-то голодный бежит Когда второй кусочек Пытаешься закусить Не имея при этом первый Это Чесночок Морковка У меня грецкие орехи где-то есть Но я их еще не искала Соль Кстати я забыла посолить И сметана Можно без сметаны Можно с майонезом Можно без майонеза Можно вообще с растительным маслом Я думаю Достать свою Макаронную машину И как мне сделать макарон И да Еще у меня на завтра Был апельсин Купила вчера магники Какие-то до хрена Такие большие Апельсины Купила один большой апельсин У него шкурка Толщиной Наверное Вот с мой палец Но он вкусный Макаронная машина У меня там наверное Может как же летают яблоки Голден кажется Они просто с чем-то Сейчас в магнике Мне что-то они так понравились Я периодически покупаю У меня там чай есть Может мелодик На разрез куплен Я понимаю Что могу сама делать Мармеладик А еще есть конфетки Которые я тебе покажу Потом Эти конфетки Код с лишним назад Меня одна бабушка Угостила Я эти конфетки долго искала Нигде не могла найти Я потом дошла внезапно Магаз один У нас Я обнаружила Уже взвешенный Такой небольшой Позядик Это 47-2 рублей Там где-то Три раз штучек было Хлеб последнее время Я покупаю Что-то мне его Не с ноги печь Кажется так получается Что как-то по времени Легче купить Чем Саму испечь Если у тебя есть хлебопечка Ты можешь печь хлеб У меня хлебопечки нет У меня есть просто духовка Если у тебя есть духовка И ты допустим Газовая плита И ты соображаешь Как газовую плиту Внутри включить То ты можешь печь хлеб Как бы Экономить Бюджетнее Бюджетнее Даже если На первое время Кажется что Нифига не бюджетнее Ну там Муку купить Дрожжи То еще Ой падает Мясо кстати Я стараюсь покупать В Ашане У нас как бы есть Мясной ряд Но там Лучше покупать Какую-нибудь рыбу В Ашане Может ее тоже Хорошо покупать Но у нас Рыба в одном месте А цена Где-то Чуть За метр От этой рыбы Я не вижу Эту цену А гадать Че почем Как-то Некуда Мясо Мясо я покупаю Сегодня и вчера Это тот самый день Тут у меня Три или четыре куска Которые Не дошли до ножей Было бы Подобная Чашина Беломикс Только вот Чтобы ножи Были вот такие Ну как у измерчителя Круговые внизу И не как у глендера Я бы купила Такую чашу Но к сожалению Я не могу Потому что У беломикса Есть отдельный Такой Сам по себе Измельчитель На 500 ват Но Я на него глянула Не совсем То, что Ну бы хотела Нож Ложку Блять Как там вообще Видно меня Видно Блак она стеклянная Может мне в следующий раз В стеклянной мисочке Суп тоже жрать Чтоб было Видно Чего там ем Так вот Если ты зритель Думаешь Аа Купи какой-нибудь колбасы Готовы к конфетам Или еще какой-нибудь Требухи Ну Иногда дешевле Чем допустим Кусок мяса Ты лучше купить Кусок мяса Потому что Ты во-первых Знаешь Из чего это мясо Ну в смысле Что на нем Написано Конечно Можно Вопить Что Хрен знает Чем кормили Это будущее Мясо Но все-таки Оно мясо А не Хрень какая-то С добавлением Не пойми чего По большей части Не сделать Тотлеток Или салатик Тоже Где мясо Можно использовать Или запечиться Или потушить Или потушить Или потушить Короче Из куска Сурового мяса Можно много чего сделать Ну и в Ашане Вот чисто Мои Заметки Заметки Для меня Чисто По городу Немножко Дешевле Чем Допустим Пятерки Дам покупать То же самое Мясо Или Магнит В Дикси Я крайне редко Хожу Потому что Оно неудобно Расположено Лично для меня Что-то Что не Быстропортившееся Ну там Допустим Короб Килограмм Чай какой-нибудь Или еще Какую-то Хренатень Орехи Можно купить Допустим На Вайберис Или на Зон По крайней мере Там По большей части Почти все Дешевле Чем В обычном В офлайновых Магазинах Или где-то еще Ну Скидки Бывает Выбор Больше Если у тебя Допустим Верег То ты Можешь Доехать На Вереге До Базовой Лечи Или Дайте Пышком Если Верега Нет И полезной И На проезд Не тратишься Ну В смысле До Органина полезно Я тут Одно Время Делала Кашку Ну У меня Была Тыква Родственная Сначала Делала Рис Пшено И тыква А потом Рис Пшено Кино И тыква Прочитала В интернете Что можно Тыкву Допустим Заменить Морковкой Хочу Сделать Рис Пшено И морковка Если зайдет То потом Кино Добавит Мизиноват И делала Надо где-то На плите Чаша Стоит Я в ней Последний раз Делала Тушеную картошку Морковка Картошка Которая меня Угосилировать Лучок И Ну Водичка Короче И сало Свиное Там по большей части Ну у меня был кусок Такой сала Там немножко Было мясо Прослоечка И побольше сала И ничего Тно Нормально Остался Очень хороший Такой бульончик Остался Я что-то воды Переборщила Когда я все Выловила Поняла Что у меня Бульончик На этом Бульончик Можно сварить Суп Или что-нибудь еще Сделать В итоге Вот у меня Осталось Ногой Тут Ножу Без чеснока С чесноком Ноги сходи Просто Я большой Лучкой Выскрипала У меня Еще Раскрипалось А маленькой Лучкой Что-то Что-то Не допетрила На принципе Это можно В раковину Поставить Макоку Как-нибудь Попытаюсь Просто Прогрызть Сейчас Черезку Найдем Маленький Кусочек Хлебушка Остался Видно Было Как я его Показывала Маленький Кусочек Хлебушка Надо Обдалить Меня Я забыл Что тут Как бы Приближено Может Этот маленький Кусочек Хлебушка Было Не видно Потому что Если сюда Поставить То видно А если Подальше То уже Не видно Заодно Сметану Уберу Кстати Сейчас я тебе покажу Кое-что Зуритель Вот это масло Я как-то Месяц Лишним назад Покупала За 208 Рублей Тут Было 380 Грамм Пастеризованной Сливки 72,5% Жирности Масло Сливочное Сладко-сливочное Несоленое Масса Доля Жира 72,5% Жирности 380 Грамм Россия Санкт-Петербург Адрес Производство Нерские Сыры Бла-бла-бла Каждый День В Ашане Сейчас Когда я его покупала Где-то Дни Десять Назад Она уже Стоила 270 Рублей Где-то Так Как-то Это Подорожало На 60 Рублей С хвостиком И Суть Ни в чем Не в том Что оно Подорожало А суть В том Что Я это Масло Как-то У меня Был кусок Оставался И что-то Ну В общем Я решила Растопить В микроволновке Положила кусок Это Половинку Куска В общем 200 Грамм Около 200 Мисочку Типа Такой В микроволновку Сунула На пару минут Ну И как-то Так Я уж Не помню Может На полторы минуты Максимальной мощности Оно Растопилось Я его процедила В мисочку Убрала И у меня Случилось Топленое масло Очень хорошее Топленое масло Некоторые Веганы Уверяют Что Это Несмотря на то Что оно Из-под коровы Изначально И топленое Что оно Безопасно Типа Веганам Можно Ну Те Которые В это верят Могут В это верить Дальше Короче Я к чему Оно Дольше хранится Когда Перетопленое Вкуснее То есть Все Можно на нем Жарить Можно еще Что-то на нем Готовить У меня бабушка Помню В детстве Часто Или сама Делала топленое масло Другая бабушка Ее младшая Сестра Не совсем младшая Не самая младшая А вот Средняя по младшности Сестра Которая в деревне Она жила Она У нее была корова Она сама Сбивала масло А потом делала Отопленое Со слива Разбивала Ну короче К тому Что Вот это масло Очень хорошо Чтобы его растопить Перетопить Процедить В холодильник Слонуть Или еще куда-то Но дольше хранится Мне кажется Местами более экономично Ну И не надо покупать В магазине Перетопленное масло Где там в составе Какой-то растительный жир Я специально Вот этот кусок Купила Я тогда думала Приеду В этот Вашан Вижу Там по 208 Было Полтора месяца назад Куплю сразу Две пачки Одну значит Пожрать Другую Протопить В итоге Я увидела Его цену Купила Одну пачку И маленькую Такой Какой-то Другой Фирмы Тоже Кстати Неплохое Масло В общем А это На днях В прошлом В прошлом Я сразу Разогну Как мне Гипс Сняли А нифига Вот тут Примерно Так же Постепенно Спасла Мазючка Одна Короче Вот масло Тебя показала Сейчас Чаечку Нарю Но оно Все равно Как бы Экономнее Ну Не то что Экономнее Наверное Бюджетнее Чем все Остальное Масло Какое-то Зеленое Есть Не помню Название 400 грамм Я тут Подружке Покупала По скидке Ну было 255 рублей За вот эти 400 грамм У меня Родственники Его покупают Я как-то Купила Че-то Стала На сковороде С ним Делать И оно Как-то Так Сравно С себя Повело И я Поняла Что Мне Это масло Лично Не нравится А вот Ей Нравится Что-то Я этой ложкой Мешала Чайник Ты еще Не остыл У меня тут Черный Чай С вишенкой Которую Мне Дарила Подружка Наден Варенья Я его Сейчас Покажу Он Прям Пахнет Этой Вишенкой Ну Естественно Там Конечно Ароматизот Добавлен Потому Оно Так И Пахнет Мукбанк С походами По кухне Вот Чайная компания Из лучших сортов Черного китайского Крупно-листового чая С ярким вишневым вкусом Дополненный Ягодами Дикой вишни Обычно Как бы Все-таки Немножко Тут Пишется Состав Но Тут Тупо Черный Чай Вишенка Ароматизатор У меня Тут Есть Немножко Мармеладных Долек Что-то Я так понимаю Что я вчера Все цитрусовые Соплы У меня Остались Одни Как их Звать Так Арбузные По вкусу Как из дыни А я не люблю Что-то Ни дыни Ни арбузный Мармелад Ну Арбуз Или дыню Хорошо ест Когда они Просто фрукты А когда они В чем-то ином Вот Короче Конфертик Чаю Я даже Бумажку Помню Когда сохранила Я нигде Не могла найти Тут Чашечка И чайничек Я потом Зафоткаю Скину Может В телегу Чтобы Вблизи Было Так Вот Видно Вот Она Она С такого Типа Начинка Как мне Нравится Я не знаю Сейчас Прибежит Животное Или нет Обычно Когда Конфетку Ем Подобного Типа Она Бежит 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 На тебе Конфетку В смысле Бумажку Она Получит Тут Такая Начинка Как бы Сахаристая Черненькая Горячеваста Надо Мало Сопить И Забавить Ваше У меня Тут Есть Самопальная Халва Из Семечек Подсолнечника С С Сахаром И Она Соединенная С топленым Шоколадом Имени Меня Ну В общем У меня Был Самопальная Шоколад Какао Бабах Я уж не помню На чём Или на тёртом Какао С финиками С финиковой Пастой И потом Вот Датти Фирма Дурацкая У неё Финиковая Паста Совсем Не та А до этого Покупала Арабскую Финиковую Пасту Чё-то Там Чё-то Там Чё-то Там Три слова Каких-то Но она Обычно Идёт Она Прилично По большей части Стоит Финики У этой Фирмы Хорошая Вот Эти Типа Свежая Она Была Шоколадная Масса С финиковой Пастой Стояла Вот В этой Мисочке Потом На водяной Банне Растопила Перелила Смешала В отдельной Формочке Вот так Она Сейчас Выглядит Надо Её Переложить Наверное На блюдечко Может Куда-то Ещё А это Потом Ложкой Зачистить Вчера За два раза Я Ну за две чашки чая В разное время По конфетке Отлупала Мне что-то Не лезло А сейчас Прям Я готов Ещё конфетку Сожрать 46 рублей 13 штучек Мне сейчас Кажется Ещё Кое-что Снова Прибежит Ты-то Не видишь Наверное Она Унизу Ждёт Режь Кинуть Чем Она Сюда Прыгнет И Возможно Камеру Заворотит Дори Я покупала Две рыбки В магазине Океан У нас есть Такой Чистолюбный Магазин На другом Конце города 450 рублей За килограмм Она мне Вышла 280 С копейками Две рыбки На два раза Ну Может быть Дори В весном Ряду Чуть подешевле Ты конечно Можешь купить Не Дори А что-то Другую Какую-то рыбку У меня что-то Прёт Сейчас На белое мясо Ребное Если есть Лук-морковка То можно Потушить Если есть Какая-нибудь Сметанка Или сливочки Можно добавить Душа Медленная варка Как-то тушила Лук-морковка Делала их Специально На сметане Зажарку Туда ещё Немножко Сметана У меня Какая-то Оставалась Сметана Добавила Самую Медленную варку Чуть-чуть Водички Рыбки И вкусно Но по мне Лучше брать Пере В нём Нет костей Потому что Для меня Проблема Эти кости А это Была рыбка То что С утра Была У меня Короче Был салат Я тёрла На тёрке На обычной Ручной тёрке На крупной тёрке Там 6 Граней У меня В этой тёрке То ли тёрка Уже того В фикс прайсе Когда-то покупала То ли морковь Такая Супер Тяжёлая Фиг знает Ну короче Вот такая Была морковина Толстая Тёрла я её У меня вышло Чё-то много Этой моркови И я часть В пакетика Сложила А две трети Оставила И засметанила С чесноком Вот у меня Чё-то не влезло Этот салат Я его Положила Покрыла крышку И брала в холодильник А на следующий день Я эту морковь Использовала Плюс та Которая тёртая Отдельно была С подсолнечным маслом Как раз Вот эта сметанка Была В самом салате Густочек Сливочного масла Сделала И лука Туда порезала И Сделала зажарку А потом Потушила Эту рыбку Я не знаю Может Ну те Кто Как бы Что хочет Хозяин Третью конфетку Жрёт Я потом буду ходить Эти бумажки Собирать По квартире Чё-то Видать Мне не хватало Что меня На концертке Прёт Короче У тех У кого нет Своих Овощей Типа Огорода Сала И то их покупают В магазине Какая там цена На лук Морковку Наверное Одна-две Морковки Так вот Купить Чтоб что-то сделать И луковичку Какую-нибудь Уж и крупная Мне как-то бабушка Пронесла Покупную Крупную Луковицу Чисто Как Гости У меня Тупо Вот такой Где-то Лук Свой То Этой Луковицы В принципе Она прилично Хватает На две Три Зажарки Точно Хватит Так вот По чуть-чуть Чего-то Покупать То Наверное Тоже Не особо Дорого Будет Учитывая Надея Все Цены На Все Это Вот Я Когда В Асане Покупала Тумас У меня Кто-то Жаловался Камин Что Там Пашту 150 Яблоки Яблоки По цене 200 С чем-то Обычные Яблоки Типа Вот Таких Не Золотом Покрытие Говорить Не Умеют Жрать Не Готовят Обычные Яблоки Я на них Посмотрела И В итоге Купила Банан Которые Суто Около Сотни Сно Или Просто Яблоки Яблоки И Будет Смузи Мне Кажется Даже При минимальных Доходах С большинством Расходов Можно Скорректировать Свои Траты И Что-то Себе Позволять И Более Менее Меняем Аж Ну Я Конечно Государство Прибавило 990 рублей В этом Месяце К моей Пенсии Ой Но Это Цены Это Оно Увеличило При этом Как-то Нафига Я К тому Что Даже При Минимальных Таких Вот Финансовой Поддержке От Государства Там Финансовое Что Минимальное Заплате Минимальной Пенсии Минимальном Каком-то Еще Пособии При Отсутствии Других Каких-то Источников Дохода Ну При Наличии Огорода Конечно Это Наверное Как-то Более Скашивается Вся Вот Эта Финансовая Подоплека На Жрату Но При Отсутствии Огорода Потому Что Сейчас Период Такой Что С огорода В принципе Ничего Еще Не выросло Ничего С огорода Брать Или Уже Пыталась Тыкву Посадить Но Что-то Она У меня Не Взросла Не Проросли Семечки Огурцы Я Не Проращивала В этот раз Семечки Даже Не Не Думала Об этом Помидоры Подружка Мне Пока Не Предлагала Лишнее От Своего Папы Принести К тому Что Я сначала Хотела Весной Сделать Окно Но Потом Прошла К выводу Что Мне Надо Что Надеюсь Она Мне Ничего Не Сбила А Это Мне Этот Мне Предложили Сотрудничество Раз уж Мне Я Содно Мне Пришло Думаю Что Это Именно Оно Зритель Помнишь Я Рекламила Бакс Здрав Закваски И Про Биодерм Косметику Так Вот Она Правда Хорошая Косметика Закваски Тоже Хорошие Если Ты Хочешь Себе Сделать Заказ На Сайте Бакс Здрав Но Тебе Немножко Кусается Цена Я Могу Тебе Предложить Бонус Небольшой Вводи Мой Ник Айва Форевер В корзине Там Тебе Автоматом Все Пересчитается Скидка У тебя Была 10% На Заказ А Если Тебе Религия Не Позволяет Вводить Этот Код В корзину Ты Еще Не Разобрался Че К чему А Я Еще Не Сделала Тебе Инструкцию По Ноутбука И Оно Будет И Так Что Если Хочешь Не Пропустить Это Видео Нажми На Колокольчик Будущий Подписан На Канал А Если Еще Не Подписан Но Не Хочешь Пропустить Это Видео То Подпишись И Нажми На Колокольчик Будет Тебе Счастье Короче А К чему То В Инфобоксе Есть Ссылочка Где Написано По Промокоду Айва На Закваске Там Кстати Появилась Закваска Для Овощей И Фруктов Если Мне Повезет То Я Ее Протестирую А Если Не Повезет Ну Значит Это Не Повезет Но Ты Можешь Заказать Ее Себе И Затусить Заквасить Себе Овощей Фруктов Или Даже Сыр Приготовить Кошка Не Загораживай Экран Хозяину Камеру Объектив Так Вот Я Поняла Что Короче Когда я Делала Эти очки Года Два Назад Мне Моя Тетя Сказала Что Будут Лишние Деньги Закажи Себе Очки Про Запас А Я Поняла Что У меня Весной Крайне Редко Сейчас Бывает Ну Бывает Так Мне Еще Мой Глазной Врач Все Время Говорил Когда Делал Операцию По Мимо Окна И Видимо Она Ну Из тех Которые Делают Гладости Прямо Под Окнами И Боффик Что На Них Смотрят Короче Говоря У меня Скачет Зрение Я Иногда В очках Которые Сильнее Ни Хрена Не Ну Бывает Сидела В гостях У подружки Где-то С полуметра Я вообще Не Видела Что Она Мне Показывает Там На Доске У себя Чего-то Наполезала Чего Это Такое Не Вижу А Бывает Я Наоборот Лучше Вижу Чем Обычно Короче Я Себе Заказала Очки На Минус Четыре Споловиной Антибликовым Покрытием Они Где-то На Следующей Неделе В начале Недели Будут Готовы Ну А Еще Деревню Кое Что Заказала И Даже Сверла Бассейн Надувной Насос Нему Заказала Еще Не Привезли Кошки На Другую Переноску Потому Что Она Выросла И Стоя Еще Не Успев Побывать В Ней Маленькой Если Звитек Тебе Нужна Маленькая Переноска Я Могу Ее По Символически Продать Рублей За Четыреста Запереслила Отдельно Я Сделала Обзор Этой Переноски Я Хотя Ее В принципе Обозревала Кошка Ну Не Надо На Стол Лазать Конфет Не Дам Больше Потому Что Я Не Буду Сейчас Жрать Короче Кошке Надо Было Переноску Еще 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 Я Решила Что Окно Можно Сделать Летом Потому Что Я Подумала Вдруг Я Закажу И Они В Этот Раз Будут Не Три Не Месяц Лишним Думать Как Мне Сделать Эти Рамы А Придут Делать А Тут Вдруг Какой Ни Дубак Ну Еще Жок И Я Решила С Заднем Посоветовалась Мы Решили Что Можно Летом Это Сделать Летом Уж Точно Будет Тепло Поэтому Я Решила Пока Не Загружать Этот Подоконник У меня С Другой Стороны Стоят Маленькие Горшочки Все Мои Малюсенькие Цветочки Которые Пересадились И Склада Потратилась На Другие Вещи Сейчас Зритель С тобой Дерямую Еще Чайочку Немного Еще Проблемно Хоть я Сегодня На велике Доехала Давай Забрать Короб Не поверить Зритель У меня Короб Сильной Обжарки Внезапно Закончился Это Телефон С которым Я управляю Этой Камерой Не надо На него Прыгать И Чисто Проверить Смогу Лилия Рукой Велик Держать Ну Как бы На небольшое Расстояние Нормально Но Я собралась Завтра Выдри В итоге Передумала И поеду Воскресенье Мне еще Сказали Ну Воскресенье Пасха Я говорю Чего Тогда не ехать Ну А тебе Какая разница Пасха Не пасха В общем Решили Что я еду Воскресенье В Выдри Там Есть одно Растение Которое В прошлом Году В нашем Саду Присаживались Но Оно Как бы Не прирастло Хотят Снова Посадить Попробовать Ну Как бы Я даже не знаю Что тебе еще Показать Дритель А вот Хавла Сама По себе Я измельчила В этом В беломиксе Потом уже Виноградного Сахара Добавила Слоями Смешала У меня тут Даже есть варенье Но у меня нет Ложки за ложкой Надо тянуться Я вроде как Уже напилась Хотя Налила только Еще вторую чавку Поэтому Зритель Наверное Все что можно Сказала Если я что-то Забыла По теме Экономии На данный момент Когда цены Растут Необоснованно Выше А какие-то цены Не совсем растут То это Если что-то Забыла Просто Или напиши В комментах Я тебе отвечу Или допустим Вопрос-ответ Организуй Напиши мне В комментах И скажи Ответь На эти вопросы В видеоформате Ну и Наверное Как обычно Спонтанно Не Не совсем Спонтанно Я вчера Еще подумала Записать Сегодня Так что Немножко Обдуманное Видео Но поток мыслей Как обычно Частично спонтанный Короче Смотрю в камеру Надеюсь Ты похавал Зритель В общем Спасыпьте За компанию Или мне За компанию И пока Чавк 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 Смотрю в камеру Смотрю в камеру